друзья всем привет не так давно на канале вышло видео как установить четвертую версию ускорения игр где добавляются новые фишки так вот друзья прошло несколько дней и уже можно установить себе даже пятую версию новейшую ускорение игр здесь добавляется в пятой версии ускорение игр на смартфонах xiaomi redmi и пока здесь получается новый блок автоматически очищать память в играх освобождать место в хранилище и мониторинг производительности нажимаем ускорение плюс здесь можем производительность выключать и включать и смотреть график это первое и второе и смотреть изменения fps до и после ну и вот такие вот дополнительные фишки которые были ранее также здесь остаются только идет 3 дизайн в этом видео покажу как прокачать приложение ускорения игр на смартфонах xiaomi redmi и пока и как обычно если не понравится как удалить начну с обзора а потом уже перейдем как установить как обычно заходим в приложение безопасность вот она ускорение игр включаем и делаю обзор новой версии вот она уже называется game space здесь у нас отображаются игры но здесь интерфейс идет такой же как в четвертой версии на которую я делал недавно обзор здесь как обычно уровень заряда батареи процессор видео чип добавление приложения ускорения игр настройки здесь ускорение игр обязательно проверяйте чтобы панель ярлыков была включена чтобы воспользоваться новой фишкой но все эти функции как в четвертой версии единственное если мы зайдем в расширенные настройки кстати в комментариях часто писали почему у меня нет допустим изменения вот классического на режим профи настраивать индивидуальные сенсорное управление вот почему потому что друзья не для всех моделей это доступно и на бюджетных смартфонах даже если обновить приложение ускорение игр то вот эти вот настройки не добавляются на некоторых они идут такие более упрощенные вот поэтому не факт что в расширенных настройках добавляется эта опция далее не чувствительная область и здесь у нас еще была настройка изображения вот в этой пятой версии этот блок почему-то убрали хотя достаточно полезная фишка вот друзья и все после обновления запускаем игру панель свайпаем вправо и вот нажимаем кнопку ускорения и здесь можем либо производительный режим либо отключать производительный режим в режиме производительности батарея будет разряжаться быстрее и сильнее смартфон будет греться но и количество fps в играх можно выжать больше что у нас здесь панель панель быстрого доступа к приложениям в оконном режиме работать параллельно играм это у нас по стандарту и вот друзья такой достаточно новый интерфейс но все эти функции по аналогии очищение памяти вот далее освободить место если вам необходимо скриншот запись не беспокоить но это стандартные настройки идем далее изменение голоса эта фишка тоже будет работать не на всех смартфонах на среднебюджетниках как правило работает на флагманах а на бюджетных моделях этой опции может и не быть даже если вы обновите приложение ускорения игр ну и таймер вот эта фишка здесь есть ну и давайте расскажу как установить так для того чтобы обновить приложение ускорения игр необходимо обновиться до приложения безопасность последней версии и обновить плагин системной службы скачать эти а пока файлы можно в моем телеграм-канале realtek прямую ссылку на скачивание оставлю в описании под видео так вот обновляю нажимаю кнопку обновить приложение безопасность сначала обновляется кстати она и будет на русском языке это глобальная версия и теперь обновляем плагин системной службы и все теперь можем проверять заходим в приложение безопасность ускорение игр и запускается новый интерфейс приложение ускорение игр версия 5.0 тут в настройках напомню давайте проверяем чтобы панель ярлыков была включена и когда мы включаем панель ярлыков то добавляется вот эта новая фишка из ускорения игр 5 версии кстати если после обновления до 5 версии ускорение игр у вас интерфейс не изменится тогда заходим в настройки и здесь проверяем ориентация главной страницы переключаем на горизонтальную после чего выгружаем с оперативной памяти приложение ускорение игр и повторно запускаем если вы решите вернуться на предыдущую версию ускорения игр если у вас как-то это обновление будет работать нестабильно заходим в приложение безопасность далее приложение вверху справа нажимаем вертикальные три точки показывать все приложения через поиск находим безопасность выбираем удалить обновление ok еще раз заходим приложение безопасность приложение и в поиске вводим плагин из найденного выбираем плагин системной службы и также удаляем обновление и все теперь можем проверять приложение ускорение игр вернулась то которое было установлено ранее самая стандартная версия друзья на этом у меня все если видео было полезно не забудьте поддержать видео лайком всем пока и до встречи в новых видео